здравствуйте дорогие друзья доброе утро с вами снова фирма петерсон и я эдуард петер и чего бы это я воскресенье с утра сижу тут и завтракаю не фотогеничными зайцами и плохо окрашенными яичками сейчас поживи стали так вот приехать сюда такую рань сейчас где-то часов наверное 7 утра заставил меня вчерашние недоделанная работа дело в том что во вчерашнем видео вы наверно видели мы снимали с вами на различные там натюрмортики на как бы деревянных на самом деле это не что иное как половое покрытие ламинат и получили вот такую картинку где в общем то ламинат за счет того что очень много предметов как бы скрылся да ну потом я сделал еще одну фотографию вот она и собирался ее в противовес вот этому тренду делать на белом фоне не успел мы должны были поехать в ресторан с женой с друзьями и поэтому как-то пришлось все это свернуть быстро и уехать а вот эту фотографию я выставил на группе я вообще хотел две поставить ну как говорится не успел и сразу же пошло что вот эдуард да конечно но как бы не совсем в тему тут этот ламинат ребята не только не совсем тему вообще не в тему он вообще не в тему было желание вам показать что значит слепо не сказал фольган следовать то же самое тренду первое если уже это делать да то делать надо основательно я вам сколько раз говорил что ребята не дешевите свою работу не дешевите ее узнаваемыми половыми покрытиями понимать если уже вы решили действовать по тренду озаботьтесь достаньте действительно хорошую фактурную древесину и снимайте на ней хотя я в общем-то по большому счету против потому что для меня как бы понимаете еда это вот после секса занимает второе место это в общем-то удовольствие да удовольствие должно выглядеть красиво и обставлен так же как хороший секс там при люди тогда то есть это все взаимосвязывание и когда я вижу на темной деревянной потертой иногда замызганной структуре лежит чистый хлеб или кроссанс или еще что-нибудь то во мне это вызывает как бы отталкивающее впечатление то есть не то что так же красиво все я понимаю я сам художник я люблю фактурность и так далее но это не для еды в моем понятии это не для еды и поэтому я сюда приехал сегодня специально чтобы мы сейчас с вами как я только позавтраку мы с вами пойдем постелим белый фон создадим ту же композицию которой я немножечко больше расскажу и сфотографируем ее и я ее выставлю опять же туда группу чтобы вы могли сравнить так как я нахожусь в стадии эксперимента то я считаю это даже полезным сейчас попробовать вот это тоже настолько выставить два варианта белый праздничный утрешний такой и вот этот с таким фоном которые в общем то действительно напоминает пол и прав не подписчик который сказал что меня всегда спрашивали а вы кушаете на полу да ребята мне тоже всегда такой вопрос вы что в гараже на верстаке это все едите или как это рассматривать я понимаю делает натюрморт на верстаке допустим ну чисто как бы вам сказать но я из старого поколения которые еще на верстаках кушали то есть газетка какая-нибудь правда там на нее банка со шпротами ой какие шпроты господи с бычками лук сальца там и бутылка водки и замечательная компания сидим хорошо сидим да вот это я еще могу понять но когда утрешний завтрак до снимается вот на таком покрытие несмотря то на то что это вроде бы тренд это не мои ребята также как не мое снимать сверху вот так я могу сказать как художника тоже это могу понять это цветастенько это фактур ненько это выглядит совсем даже неплохо но это в общем-то декорация это не еда это декорация то есть мы раскладываем там красный перчик туда-сюда и все это делаем декоративно но еда в этот момент ускользает то есть это тоже вот этот тренд который я надеюсь очень быстро кончится и мы вернемся к парадному подачи вкусную подачи действительно вот с высоты человеческого места сиденья взгляда как вот он кушает да или он подошел к столу смотрит но никак не вот так заглядывать чашку так это тоже мне не нравится но это не значит что мы не будем это делать мы обязательно сделаем потому что мне интересно самому проверить я буду фотографировать и как я считаю нужным и как этого требует типа тренд до тренды это проходящая а книга о вкусной и здоровой пище вечно правда я с я ее свое время купил жене в подарок по моему не было тогда двадцать пять лет и мы ее привезли в германии до сих пор здесь я до сих пор люблю разглядывать эти картинки то что они живые они живые сделаны они тогда аналоговые фотографии то есть без всяких там то есть чисто со светом чисто с фактурой работали фотографы истинный профессионал и как бы не хочется вот в этом направлении двигаться и я буду туда двигаться но это не значит что мы с вами не испробуем какие-то новые это всегда интересно все равно это всегда эксперимент и это надо делать а сегодня а сегодня мы как я сказал сейчас я позавтракаю и мы пойдем на площадку сфотографируем потом а мы сфотографируем вот именно вот такую композицию зайчиками с чайником и с чашкой яйца не будет почему потому что мне нравится вот это вот эта посуда я потом еще в белом все сниму с молоком а пока с чаем вот это чисто чайный причем это очень дорогой такой это фирменная сейчас я прочитаю точно шуман адсберг джермини эхте кобальт то есть настоящий кобальт инглазур покрытие они очень дорогие вот эти вещи и в германии то есть это фирменная вещь мне удалось этот приобрести совсем задешево потому что каждый из чашечек имеет трещинку на работоспособность не влияет но на продажную я что-то купил весь сервиз по моему за я не помню 10 евро наверное хотя здесь каждая чашка будет стоить если не больше но он как мне подсказали вот этот рисунок и я согласен скорее всего будет инспекторов смущать то есть это также как джель понимаете любой инспектор в россии да он сразу видит джельска ребята это не пойдет посему я буду фотографируйте в фотошопе это конечно я уберу а вам покажу уже готовый результат договорились но теперь я быстренько по завтраку и перед итак мы с вами на фотографической площадке и начинаем сразу с центральной фигуры я буду строить любимую мою пирамидку повернем ее ручкой вот сюда почему сейчас расскажу то есть я начинаю выстраивать так здесь все нормально вот уже два предмета есть хорошо теперь надо создать эту пасхальную атмосферу чем ну конечно и чтобы зайчик у нас стоял я вот сюда иголочку воткнул булавочку все зайчик встал так это у нас мама это ее зайчонок тоже надо следить за том чтобы правильно друг друга перекрыли так чай нальем сразу причем следите за тем чтобы чай был не сильно заварен для окушения хорошо для фотографирования плохо поэтому пускай он будет разбавленный но смотреться будет как настоящий вкусный чай теперь давайте позаботимся то есть эту часть мы выстроили пирамидка состоит из трех грани четырех грани до пирамидка то есть вот сюда нам что-то надо еще и чтобы не повторять тему зайчиков и чтобы не повторять тему зайчиков давайте вот бросим сюда вот так небрежно такие вот печенюшки напоминающие ромашечки кстати в германии нет поверье что допустим два кладут только на похорона четное и нечетное они на это не обращают внимание ну мы с вами русские люди положим пока три и посмотрим направление возможно придется вот сюда немножко сдвинуть и поуправлять тут этими листочками чтобы они не загораживая нам основное если не нужно то оторвать просто на это забежало следую чем постоянно отслеживание в объективе позволяет избежать ошибок и сделать композицию такой какой мы хотим видеть вот сейчас я думаю что это все теперь посмотрим что я буду делать со светом ну во первых я включу конечно сзади вот это первое я включу сюда и он мне даст вот здесь отражение как бы утрешнее если я хочу сделать более жесткое утрешнее то я сниму часть вот так где то сниму но это я еще посмотрю надо мне так или не надо вот так и будет более жесткий эти сетки надо обязательно убрать потому что если у нас предметы с отражениями а она с отражениями то эта сетчатая структура обязательно будет видна и это мешает реальному восприятию то я это который непонятно откуда взял так есть и слева и справа у меня еще работают как отражатели если бы их не было я поставил бы пенопласт сюда если успокоился или зеркальца в зависимости от того какое отражение мне надо так и вот сейчас мы с вами сделаем я остаюсь за кадром мы с вами сделаем сейчас первый снимок фокусирую себя на печеньках и так поднимаю и фотографирую все я доволен ну вот дорогие друзья вы видите вот справа то что я скорректировал а слева вот этот безжизненный на мой взгляд совершенно натюрморт вялый вы теперь сами убедились что слепо я еще раз повторяю нельзя делать следовать тренду тогда надо следовать и освещению и фактурности и настоящим материалом запомните это пожалуйста хорошо так а мы с вами продолжаем тему стоков я вам скажу так что семь стоков открыли для нас свои объятия и готовы нас принимать и мои помощники уже удачно туда грузят пока ничего не заработали но мы только неделю с вами да и выставлено около 30 работ я планирую это дальше делать в ускоренном темпе мои помощники уже начинают пугаться моему опору но я всегда так если я что-то делаю я делаю это серьезно и с полной отдачей так вот еще радостная вещь вот этого моего замечательного зайчик который мне так понравился и вот этого цыпленка которую я обожаю за его внешний вид их пропустили их пропустили и это значит что мы с вами продолжим с нашими зверушками тут поцелуйчики оказывается у нас тут вот как так поздравительные и наш посев дал первые плоды мы с вами скоро уже сможем как чуть подсохнет начнем уже с вами снимать вот где-то в зеленой травке что я давно жду и с нетерпением и так мой сегодняшний приезд оказался продуктивным и для меня и надеюсь для вас чем хороша фуд фотография я заодно еще и позавтракал и теперь мы поедем с Ричардом на прогулку а потом будем лежа на диване изучать тайны фуд фотографии потому что я тоже учусь я тоже учусь и мне нужна информация если у вас есть какие-то любимые там скажем так сайты или любимые мастер-классы можете мне помочь и там внизу дать свои любимые ссылки да ну а я пока с вами прощаюсь но ненадолго я думаю до завтра мои клиенты задерживаются и это нам очень и очень на руку все доброго пока пока